Давайте мы будем смотреть, что происходит фактически в мире на сегодняшний день. И почему сегодня такая заинтересованность в многих церквях или же людях в том, что происходит с еврейским мессианским движением. Фактически, лет 20 назад, даже может быть, 67-й, 68-й год, о том, что существуют мессианские общины, как таковы, отдельно выделенные как движения, а фактически никто не знал, никто об этом не думал. Понятно, да? И в 67-м году, когда была шестидневная война, и Израиль приобрел обратно в свое владение Иерусалим, каким-то образом, я верю, что под действием Святого Духа, Божьей милости, началось такое серьезное пробуждение среди евреев, которые на тот момент были полностью мирскими, это было, ну, мирские люди, это было просто светские люди, и они начали приходить к Богу через сверхъестественное посещение. Об этом свидетельствует много книг, которые вы можете почитать, такие как «12 раввинов нашли свою мессию», потом «Иисус на еврейской улице», и так далее, и так далее, и так далее. То есть, очень большая информация приходит к нам именно в наше время, в то время, которое мы с вами как бы знаем, мы ощущаем, что мы не такое далекое. Но на самом деле, мы должны вернуться намного-намного раньше, намного-намного раньше. И посмотреть, в чем же ситуация, в чем же, что происходило в то время. Деяние апостолов, 15 глава и 5 стих, говорит о том, что некоторые из уверовавших говорили, что должно обрезать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисея. Что интересно, кажется, ничего такого страшного нет. Мы читаем, типа, евреи постоянно что-то мутили. Но для меня вот это выражение, и восстали некоторые из фарисейской ереси, то есть, говорит о том, что среди первой общины были иудеи, которые были обыкновенными, может быть, рыбаками, обыкновенными, может быть, колхозниками, такое вот, скотоводами и простыми людьми. Но также были люди, которые принадлежали именно фарисейской касте или же движению. Было как партия фарисеев. Оттуда также вышел и Равшау, которого мы знаем как Павел, да, впоследствии. Сегодняшняя позиция многих иудейских раввинов, как их ортодоксальных, так и реформаторских общин, есть такое понятие, что Иешуа, да, Иисус, как они говорят на него, это был человек, который внес реформацию, или же подход, новый подход к иудаизму к самому, да, но они ни в коем случае его не освещают как начинателя христианского движения. Всему виновен Павел. То есть, они говорят, Павел – это тот, кто начал христианское движение, которое из иудеев как бы одно из ответвлений. Но давайте посмотрим, на самом деле, насколько это было истинно, потому что фактически современная церковь, которую мы сегодня с вами знаем, подход к иудаизму очень, очень, как бы такой ужасный. Как только мы говорим о законе, или когда они говорят о законе, да, всегда говорится о том, что о законничестве. Когда говорят об евреях и еврейских праздниках, начинаются в такое состояние, где, ну, как бы, лимитируют людей в свободе. И отношение к мессианскому движению, как таковому, это отношение, ну, как бы сказать, то, что люди или иудеи, или сочувствующие евреям, которые приняли Мессию Ишуа или Христа, они себя отождествляют, типа, с возвращением к закону. Или другого мнения, Саша, оно гудит сильно. Или вы другого мнения, какого, вот многие из вас были в разных церквях, да, что вы переживали, когда говорили поповедники о фарисеях, когда во время проповеди они называют фарисеи, законники, какое чувство, как только человек начинал что-то и какие-то праздники делать, или какое-то более консервативное отношение, что происходило? Вы можете сказать мне, что происходило тогда? Что? Значит, судят людей, а вот законники, это все, Павел сказал, чтобы мы не были рабами закона, мы под благодатью, мы должны сведеться к свободе, но не к закону, да? Фактически осуждение, такое косвенное осуждение тем правилам, которые остались у нас из церковной жизни. Фактически это бунтовское состояние, я так говорю на прямом смысле, потому что нужно было откуда-то выйти, и нужно было что-то, как сказать, не обличить, а обклеветать. И если мы смотрим протестантское движение, то там идет фактически нежелание смириться с тем, что происходило в церкви, да? И оттуда начались деления, хотя и Матер-Лютер имеет эти тезисы, да, мы называем, о вере, Бог ему открыл, это и начало такого протестантского движения, но все же это состояние бунта. И каждый раз, когда что-то не так, не так, как ты хочешь, или как ты понимаешь, значит, это более склонность к закону. Но в самом деле мы видим, что ранняя община, ранняя община, и она так, она не называлась даже церковь, она даже не называлась христианской церковью. Это было общество иудеев, мы понимаем, которые верили, что Иешуа есть мессия. И мы знаем, что в деянии апостолов, мы оттуда начнем, началось пробуждение среди еврейского народа. Хотим это, не хотим осознавать, но это пробуждение начиналось с еврейского народа. В день Пятидесятницы, в Шаваот, праздник, который вы будете изучать, и будете знать, что это, к чему это, но в этот праздник, особенный праздник благодати Божьей, потому что в этот день Господь даровал 10 заповедей, ну там 10 слов, которые Бог даровал народу, и радость, которая праздновалась в это время, день Пятидесятницы. Это сошел Дух Святой, мы понимаем важность этого всего, хотя написано, что там горницы, они собрались, там все, и шум очень сильный был, но как можно слышать шум, если не будет вокруг людей, или как Петр будет вставать и говорить, что вы это видите, они напились пьяные, если они были в горнице, все их не могли увидеть, люди не могли их увидеть в горнице, если они были все внизу, правильно? Какое-то несовпадение. Но на самом деле, по преданиям, или же по правилам еврейской общины, все собирались на праздник, на Храмовой горе, у Храмовой горы, там и праздновали этот праздник. И первоапостольская община, мы говорим так, первая община, которая была мессианская, они себя не отделяли от народа, ни в коем случае. Не было никогда отделения. Было наоборот, вливание в народ, рассказать им о Боге, и мы понимаем, что этот процесс очень важный. До сегодняшнего дня, я читал это в, есть такая книга называется, «100 самых выдающихся людей в Израиле», или же из Израиля. И там есть имя Ишуа, что он повлиял, реформатор такой. До сегодняшнего времени, вот сейчас считают, что Ишуа не был реформатором, он был ревнителем Тора. Он не делал реформацию, сделал какое-то новое движение, новую религию. Абсолютно нет. Он был ревнителем Тора, он изучал Тору, он был обрезан, он родился в еврейской семье, он исполнял Тору, он ходил в синагогу, он ходил на праздники, он отмечал эти праздники. То есть он был тем иудеем, который должен был исполнить закон. И по этой причине, и даже Шаббат он праздновал, потому что это неотменная часть еврейского народа. Несмотря на это, мы сегодня, как церковь, общая, потеряли любую позицию относительно всех праздников, которые говорятся об общине. И понятие, что Павел пишет везде, что я иудей. В Деяниях Апостолов, в Послании к Крымлинам. Он говорит о том, что его призвание, в первую очередь, проповедовать Евангелие к иудеям. Хотя некоторые поведники ссылаются на то, что вышел из синагоги, с места, он отряхнул себя, руки, пыль, говорит, все, с сегодняшнего дня я иду куда? К язычникам. И на следующий день написано, на следующий день он был там в синагоге и учил в училище, училище еврейском училище. Ну, как бы синагога, понятно. Вопрос именно в том, что собой предоставлено... На что была похожа первая община? Ведь мы все мечтаем об этом, правда или нет? Мы всегда мечтаем, что должна быть община, какая-то должна быть сильная община. Мы когда читаем то, что происходило в Деяниях Апостолов, мы себе так же мечтаем, что должно что-то произойти. Что мы ожидаем этого движения. На что была похожа первая община? Как вы думаете? На что было вообще... Как бы ваше представление, на что была похожа первая община мессианская? Очень интересно, конечно. Похоже. Они были единодушны вместе. Хорошо, что... Давайте пообщаемся. Я хочу, чтобы мы с вами имели диалог. И в этом диалоге... Я люблю так преподавать. В этом диалоге мы просто развивали свою мысль. Они верили все в Иешуа, но там же были фарисеи, там же были седукеи, там же были те, которые... Елены. Елены... Понятно? Может, они тоже верили в Иешуа? Может? Или верили? Нет, верили. Они обещали, что они объединялись в Иешуа. Вели как семья. Вели как семья. Очень интересно. Вормандитик. Вече. Это была с народом, которая дождалась своего мессии. Это была община, которая дождалась своего мессии. Фактически, можно и так сказать, очень интересные вещи, которые происходили. Но что объединяло их, не только кроме Иешуа? Слово Божье. Слово Божье и исполнение заветов. Знаете, я пока... Ну, мы будем рассматривать, потому что мы все хотим, каждая вот община или церковь, мы все хотим быть похожи на эту первоапостольскую общину. Мы все хотим быть в первоапостольскую общину. Но что-то потеряно. Что же мы потеряли? Что же утеряно в это время? Молились вместе. Знаете, что... Что их еще объединяло? Их объединяло молитва за Израиль. Удивительно, да? Вот я буду говорить. Но проповеди Евангелия первые, это иудеи. Как Иешуа говорит, что должно быть это проповедание Евангелия, где? В Иерусалиме. Дальше куда? В Самаре. Куда дальше? Это четвертое положение. Иудеи, Самаре и до края земли. То есть, край земли мы уже дошли. А почему до края земли? Почему даже должно быть до края земли дойти? Потому что там тоже евреи есть. Начальник Чукотки, да? До края земли тоже нужно дойти. Потому что Господь Ишуал послан, написано, к своим в первую очередь. Да? К своим в первую очередь. Это был завет, который удивительным образом переплетается не только с заветом относительно к еврейскому народу, но и ко всем остальным народам. В Ефесянам 2 глава и 3 глава описываются эти все вещи, где говорится, вы и мы далеки от заветов, законоподолжения, и теперь близки. Мы стали соучастниками, мы стали одним целым. И телом Ишуал своим разрушил эту вековую стену, которая стояла между неевреями и евреями, чтобы создать одного человека, то есть одну общину, которая будет в радости, веселье исполняться Духом Святым. И это фактически послание к Кремлянам 1.16 говорит, во-первых, Иудея, а затем и Елен. Это была как бы основная часть, чтобы вы понимали. Не было задачи первоапостольской общины, изначально не было проповедь Евангелия остальным всем. Вне концепции Израиля. Поэтому привито было все вокруг Израиля. Вы поймите, это очень важно понимать и внутри себя понимать. Если мы хотим быть похожи на первоапостольскую общину, даже мы говорим, то, что мы потеряли, там те же целые динаминации потеряли, нужно вернуться обратно, увидеть, что происходило тогда. И один из первых факторов таких, это молитва об Израиле. Об этом пишет Рав Шаул, послание Римлянам 8 глава. Помните, да? Что его совесть, его свидетельствует о том, что моя молитва о спасении Израиля, спасении иудеев, это в первую очередь, моих родных, мне по крови. Это очень важная тема. Почему? Потому что без понятия того, что происходило с Израилем, происходит, мы не поймем Божье движение вперед, которое происходит в остальных церквях. А почему я говорю об этом? Потому что фактически в один момент церковь была мертвой. Мы называем это полторы тысячи лет мертвого состояния, где церковь примерно начала пробуждение с реформой Мартина Лютера. Потом идут еще перемены в других кальвинизмах и таких пробуждений различных. Но, да, 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 да. Я понимаю, что вот примерно 18 век это то, где начались перемены. Особенные перемены. С чем же они связаны? С чем они могли быть связаны? Но перед тем, как к этому подойти, давайте мы посмотрим, что фактически церковь как такова к тому времени, до сегодняшнего, до 60-х годов фактически прошлого столетия, она была языческой. Что я имею в виду? Никаких еврейских атрибутики, никаких еврейских праздников, никакого еврейства как такового не было в церкви. Оно было искорено. Каким образом церковь, которая состояла, община, которая состояла из евреев, стала полностью потом нееврейской? Вы когда-нибудь задумывались об этом? Как многие люди, будем говорить так, в других странах верят в еврейскую мессию, не исполняя никаких еврейских движений, которые там должно быть в Писании? Что объединяло эту общину? Цель этого урока ни в коем случае не унизить другие общины или же динаминации. Я хочу, чтобы мы вернулись и посмотрели, что происходило в историческом контексте и что Бог делает сейчас. Почему в последние последние 100 лет мы видим очень серьезное движение в сторону мессианского иудаизма? Потому что я не говорю иудаизм как такового, как мессианский иудаизм, что он отличается от современного иудаизма вообще в корне даже. цель этого класса, чтобы научить нас видеть Божьими глазами. Однажды во время одной из молитв мы молились давно, это лет 15 назад, была большая группа людей и одна из сестер сказала, я вижу видение, что много жатвы. Люди собирают жатву, там народность, там народность. И она говорит, вижу человека, уже пожилого, ветхи годами. И он как бы рад, что происходит жатва, но он смотрит куда-то далеко вдаль и с ожиданием ждет чего-то. И она говорит, в этом видении она говорит, я чувствую, что это как Всевышний, который рад, что происходит на земле. Есть жатва среди наций, народностей, континентов, но он в печали, он какое-то ожидание каком-то. Она говорит, что подходит к этому образу и говорит, а что так печально? Разве не красиво? Там идет жатва, там люди спасаются, там как бы. И что тебя беспокоит? Он говорит, я жду. Когда мой сын Израиль вернется. Можно сказать, видите, разве Израиль пропал? Нет. Но есть какое-то время возврата. Мы видим, что в жизни еврейского народа были и подъемы, и падения. Было время, когда они были на пике своих отношений с Богом. И мы видели, когда народ полностью возвращался, и никакого отношения с Богом имели свои капища, чужих идолов, и Бог опять поднимал пророков и так далее на возврат. Я верю, что это время сегодня тоже возвращения. Какая же невероятная сила была первой общины. Деяния апостолам 2, 46 и 47. Каждый день единодушно пребывали в храме. Где они пребывали? В храме. И преломляя по домам хлеб, принимая пищу, веселье, простоте сердца, хваля Бога, находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви, то есть к общине. Экклесия. Это действующая сообщество, объединенное одной идеей. Однажды была община, которая не покладая рук, трудилась на Неве Божьей. Ее члены любили друг друга. Заботясь о вдовах, о детях. Эта община кормила голодных эта община меняла целые города, семьи. Эта община изучала Тору. Эта община помогала возрастать в понятии благодати Божьей и спасения. Эта община ободряла людей иметь личные отношения с Богом. Эта община не говорила просто о дела, которые Бог творил, как в прошлом, как раступилось море, как был Бог с Моисеем, как выводил сильной рукой. Эта община переживала силу и славу Божию между собой. Эта община верила в воскресение из мертвых, исцеление от болезней и изгнание демонов. Эта община имела цель благовестия и успешно достигала своей цели, несмотря на потери, которые были в ее рядах. как Стефан и другие, которые умирали из-за Евангелия. При всем этом они умножались. Эта община возрастала просто уникальным образом. Мы видим, что на день Пятидесятницы кается три тысячи человек. И фактически спустя год после этого переживания Иерусалимская община насчитывала десять тысяч человек. Это была мессианская община. Это была мессианская община. Их тогда не называли христианами. Они были последователи кого? Ишуа Мессии. называли Назареи, Назарянином. Так в Риме прозвали верующих, назвали Назарейская секта. 120 получили духовное крещение, 3000 человек спаслось. Через год примерно 10,000 человек находилось в Иерусалиме. После смерти Стефана, казни его, это примерно два года после дня пятидесятницы. в лоне общины находилось примерно уже спасенных свыше около 20 тысяч человек. эффективность. В тревоге люди религиозного толку и руководители пытались задушить это движение, потому что оно отличалось от всех остальных уже существующих религиозных партий, движений, группировок всевозможных, потому что это было очень простое движение. И у них была тоже простая форма. Модель быстрого роста Иерусалимской общины была универсальной. И она применялась в разных местах, где проповедовалась Евангелие. Этим местом можно было сказать Ефес. 19 глава Деяния апостолам мы видим, как Раф Шаул начинает свою работу в Ефесе. за два года мы видим там так же говорится за два года вся Асия была покорена Господа. Приняли Господа. в Ефесе находилось в это время примерно 200 тысяч человек населения было Ефеса. Можете представить какое движение там было? 200 тысяч. то есть послание Колоссянам и Ефесианам это послание которое мы говорим это все прилежащие к Ефесу города можно говорить той провинции. пробуждение в Ефесе это один из самых величайших феноменов в жизни и истории общины как таковой мессианского движения. настолько это было сильным движением что она обрушила экономику Ефеса очень сильно потому что вы знаете что этот город славился своим серебряниками людьми которые выливали статуи богинь и понятно что это было больше как идолопоклонническая ремесло когда один из ремесленников его имя Димитрий возмущал народ знаете что он сказал это тот Павел убедил и сбил с толку массу людей здесь в Ефесе и практически во всей провинции Азии он утверждает что боги сделанные руками человека вовсе не боги насколько нужно было бояться то что происходило в то время что он говорит это тот человек который с толку сбил массы людей и вся Асия покорилась весь город наполнен смятением то есть что-то происходило тогда мы понимаем что пробуждение важная часть к тому времени когда Павел рукополагал Тимофея это примерно год 63 нашей эры церковь в эфесе насчитывалось насчитывалось 60 тысяч человек поэтому нельзя было понятно что Павел ободряет Тимофея чтобы он не боялся представьте себя служителем пастором общины которая 60 тысяч человек целый город да действительности исторически я говорю это такие небольшие исторические данные которые имеют теологи и археологи от записи которая существует на пике своего расцвета община в эфесе достигала 100 тысяч человек целый город почти ну половина если почти половина почти половина вот представляете половина Одессы это одна большая община это было такое серьезное пробуждение 112 году спустя 80 лет от момента дня пятидесятницы был риски автор Плиний такой был кто-нибудь слышал об этом нет Плиний он писал такой я вам делаю цитаты из его писем что происходило в Малой Азии и в Эфесе храмы языческих богов практически полностью разрушены и христиане повсюду в большом количестве это письмена которые писались в Рим фактически эту модель начали использовать по всем местам Римской империи как для пробуждения Тертальюан пишет язычников в своей апологии мы наполнили всякие места принадлежащие вам города острова крепости поселения собрания лагеря племена села дворцы сенат и форму мы оставляем вам только ваше святилище мы можем перечислить вашу армию наша численность в любой провинции будет превышать вы понимаете да это это первая община это первых сто лет что происходило в этом движении христианском движении мы все хотим то есть современные общины хотят быть похожи на ту первую общину я вам говорю веща которая происходила в то время согласно христостому христианское население антиохии в его дни насчитывало сто тысяч человек и это была половина города в антиохии это исторические данные рост ранней общины концу первого столетия община распространилась от индии на востоке до испании и даже входила на территорию англии во всех местах были мессианские общины как вы думаете как в чем причина вот такого роста и такого движения как вы думаете в чем причина не только в этих местах в этих местах находились проживали уже долгое время еврейский еврейский народ от испании до индии в этом всем ну пролете и когда миссионеры работ в высказки первые верующие путешествовали и на несколько поколений потом они путешествовали не просто так они приезжали в то наследие где оно для них более приемлемо потому что мы придем к этому как праздновалось церковью имя служения придем к этому деяние апостолов 17 глав 6 стих мы говорим савл и сила да проповедовали евангелие язычки начали кричать такие слова что эти всесветные возмутители пришли и сюда как можно сказать об этом что можно интересно сказать об этом эти всесветные то есть эти мировые возмутители эти мировые революционеры идеологии божества пришли сюда говорится о том что люди стали слышать о том что происходило в иудее в самаре и до конца земли все кто изучает раннюю историю церкви поражены тем феноменом которое происходило тогда за первые 67 лет своей работы благую весть могли почти услышать все провинции римской империи общины общины насчитывались от 20 человек до 30 тысяч в разных местах это поселки городки это города большие насчитаны там где проповедуются евангелии от 20 до 30 тысяч членов было в общинах к концу трехсотого столетия третьего столетия историки предполагают примерно половина римской империи провозглашали себя христианами мы говорим это до реформы и Константина до того как Константин еще сделал заявление о том что церковь стала теперь римской государственной это до этого еще время к концу третьего столетия половина римской империи себя уже назвали христианами Устин Мартир в середине второго столетия пишет нет такого народа греков или варваров или представителей других народов которые можно было бы определить по манерам и поведению живут или они в шатрах или путешествуют в повозках среди которых не произнос не произносились бы молитвы и благодарения во имя распятого Христа можете себе представить такой момент люди пишут это просто обыкновенные письма исторические письма нет такого народа греков или варваров или представителей других народов которые можно было бы определить по манерам или же поведению то есть нет таких определений такого живут ли они в шатрах или путешествуют в повозках среди которых не приносятся молитвы и благодарения во имя распятого Христа фактически о чем говорит что в маленьких повозках даже в маленьких семьях в маленьких населениях или же народностях везде были люди которые были обращены в христианство в то время когда называлось христианство в веру в распятого мессию историк филипп шайфер пишет можно уверенно утверждать что к концу третьего столетия имя мессия ишуа мессии христа было известно уважаемо и преследуемо в каждой провинции и городе империи фактически за какие-то 200 с лишним лет из 120 человек которые приняли Дух Святой крещеный был Дух Святым они сделали революцию и предполагается по всей вероятности к концу третьего столетия община насчитывалась 10 примерно миллионов верующих рожденных свыше такую общину хочется иметь правда в такую общину хочется ходить которая будет действующая знает что они делают какие иметь принципы фактически за 200 с лишним лет 10 миллионов верующих довольно серьезная ситуация кто знает сколько сегодня миллионов христиан по земле статистика саша знаешь нет полтора миллиарда ну убывает так хорошо ладно пускай даже будет полтора миллиарда из шести да из шести это третья часть четвертая часть это за 2000 лет проповеди в Англии здесь за 200 с лишним 10 миллионов тут уже тысячи лет проходят им никак но это вопрос такой литургический в этом или литурический можно сказать давайте возьмем 5 минут перерыва и вернемся сюда без 15 8